Здравствуйте, друзья! Вот и закончились новогодние праздники, начались трудовые будни. И мы с вами продолжим расхламлять мою квартиру по книге «Магическая уборка». В том году мы полностью расхламили комнату моей младшей дочери, комнату нашу с мужем, то бишь зал. И начали расхламлять, ну уже почти всё расхламили, комнату старшей дочери, где сейчас я нахожу. Вот этот платяной шкаф мы весь расхламили, да? Потом вот этот шкаф мы расхламили, два ящика. И остался у нас вот этот шкаф, которым мы сегодня и займёмся. Поехали! Так, ну и что у нас на этой полочке? На этой полочке мы можем найти всё, что угодно. Тут и документы, и косметика, и игры, и лекарства, и всё, что угодно, Настина. Почему так происходит? Почему эта полка всегда такая захламлённая? Между прочим, эта полка, этот ящик разбирается чаще всех обычных. А почему? Потому что, во-первых, у Насти мало места для хранения. В основном тут вещи, вещи, вещи. А вот так, где хранить вот такое всё, у неё в основном только это одна полочка. Во-вторых, тут много всяких ненужностей, вещей, которые хранятся мёртвым грузом. Ну, конечно, некоторые эти вещи можно перенести в другие комнаты. Например, документы положить ко всем документам. Она просто ими попользовалась, ей неохота складывать ко всем документам. Она сюда их пихнула. И всё. Фен, как видите. Как мы будем разбираться? Как обычно, да, мы сейчас всё это достаем в кучу одну, протираем шкаф и зовём Настю. Между прочим, Настя терпеть не может разбирать шкафы. В отличие от меня, я в детстве очень любила разбирать шкафы. Но она уж, конечно, не ребёнок. Между прочим, ещё хочу сказать, что она сегодня купила машину, этот ребёнок. Сама накопила и купила машину. Конечно, про неё мы тоже обзорчик снимем. Я у неё попросила разрешение, но это будет чуть позже. Она её только оформляет. Вчера купила, сама деньги накопила, не в кредит никак. Вот, вот такая молодец. Но разбирать шкафы она терпеть не может. Но так как это её вещи, мне придётся её позвать, и чтобы она, ну, не буду я выкидывать без неё её вещи. Всё, шкаф мы освободили. Вот такая гора получилась. Как туда всё влазило, непонятно. Приготовила я коробку из-под обуви. Наверняка она пригодится как разделитель. Последняя осталась. Всегда коробки пригождаются. Мусорку сразу. Настя приготовила. Сидит. Лера приготовила, будет смотреть. И Дэнди тут, да? Всех приготовила. Так, крышку от коробки я убрала. Положила как разделитель. Сейчас будем что-нибудь туда складывать. Так, прошло минут 20. Сейчас промежуточный вариант вам сниму. Здесь что у нас? Здесь у нас пока, так я подумала, что в этой коробке будет, ну, типа, косметики, дезодоранты, лаки у неё для линз, жидкости всякие. Вот чехлы для телефонов. Я думаю, какую-нибудь коробочку придумать, что ли, чехлов для телефонов. И вот такую штуку ей подарили. Бокал для вина на Новый год сейчас покажу. Смотрите, такая штука. Вообще, зачем она не нужна, я не знаю. Одевается, как пробка на бутылку. И пьёт. Это, наверное, на пиццу охота на одному. Сидишь, пьёшь, постоял, не надо тебе наливать в бокал. Что дальше? Ну, здесь дальше разбираем. Вот выкинул коробку из 3D-очки. Вот от телевизора у Насти 3D показывает. Дальше надо новую какую-то найти. От игры карточки собираю. Вон ещё их там сколько. Выкинула тоже какие-то бумажки. И выкидываю вот такие штучки. Это она заказывала откуда-то. Это витамины. Типа протеины, витамины. Ну, они просрочены уже до 10-20 года. Так что вот это всё мы выкидываем. И выкидываем вот такую штучку тоже. В Алиэкспрессе она, по-моему, заказывала. С именем, фамилией там своего молодого человека. А у него фамилия другая. Какая у него фамилия? Разваров, да? А тут букву Ре не сделали. Азваров написали. Так что тоже выкидываем. Зачем она нужна? Ну, она недорогая так. Дешёвая. Так, продолжаем. Настя в углу сидит. Продолжаем. Уже куча уменьшилась почти. Что у нас тут новенького? Ещё Настя принесла мне подарочки новогодние свои туда же положить. Подарили ей. Вон, пластыри. У нас же медики. Медики ей дарят такие подарки. Косметики всякой. Вон, какую это. Ну, Настя, распакуй, посмотрим футболку твою. Тут ещё масочки вон какие. Ух, подарили ей футболку, помады. Так, ещё вот пакетик тоже сейчас распакуем. Ну, тут тоже косметику ей надарили всякую. О, как красота. Это гель для душа, по-моему. Тоже это мы сейчас ей в шкаф положим. Ну, а это вот тут бомбочка, а внутри соль, да? Соль, по-моему. Так, ещё вот эту кучку сейчас разобрать. Что ещё? Так, покажу, что выкинуть. Вот это правило дорожного движения. Это она учила, выкинула сейчас. Эйвен. Ещё какой-то журнал. Так, выкидываем. Просроченные таблетки, витаминки выкидываем. Да сюда Лера. А это сидит, лишь быть, какой-то мусор обратно забрать. Вот эти коробочки выкидываем. Всякие пластиковые штучки ненужные тоже сейчас выкинем. Помады. Всё это выкидываем. Маска старая. Тоже, как трусы какие-то. Выкидываем. От сумки штучка, ну, ремешок она не такие не носит. Тоже выкидываем. А нашли ещё шоколадку ей дарили из Белоруссии. В этой штучке она лежала. Эту штучку мы выкинем. Лера, ну-ка, положила, выкинь. Мне не надо из мусора в мусор. Ленточка. Ленточка красивая. А шоколадку надо съесть. Так, здесь что? Здесь мы не выкидываем, сейчас попозже скажу, что здесь. Так, здесь это то, что нам нужно, но я ещё не знаю, куда положить. Так, ну, в принципе, куча разобрана. Теперь осталось некоторые вещи ещё сложить в шкаф аккуратненько. Что тут есть? Тут есть вот эта косметика. Сюда надо ещё что-то положить, чтобы она не падала. Фен. И сюда сейчас доложу что-нибудь ещё. Дальше некоторые вещи у нас будут под кровать. Пойдут у нас открывать, открывается кровать, и всё, что мы пользуемся, но не часто, у нас будут под кровать. Во-первых, она собирает эти коробки от Apple. У этих коробок от Apple телефонов, наушников разных. Она их не выкидывает и не даёт мне, потому что она говорит, а вдруг я продать решу, или ещё что-то. Но она их прямо бережёт. Рамочку тоже для фото. То, что туда положим под кровать пока. Новая рамочка хотела сделать, пока не делает. Вот что самое нужное в этом шкафу было, это, наверное, шапочка для купания. Что она там делала, неизвестно. Но она ходила на тренажёрку. Вот, наверное, как-нибудь попал. Лекарства сейчас все в аптечку пойдут. Всё, она туда бросает документы. Сейчас тоже уберу, где документы все. Вот эти провода, она говорит, тоже все нужны, но я ими не пользуюсь. Но они мне нужны. Вот так вот, тоже пойдут под кровать. В принципе, что лежит под кровать, мы почти ничем не пользуемся, но Настя выкинуть не даёт. Значит, ну что бы выкинуть? А, вот ещё вот это нашла выкинуть. Белосалик. Лосьон. У кого псориаз, вот советую хорошо помогать. По крайней мере, ей точно. У неё тоже от меня по наследству перешёл. Вот. И тоже это уже закончилось. Ну вот, почти уже целое ведро мусора всякого ненужного. И здесь вот это всё, скорее всего, надо будет сложить в шкаф. Вот эту штучку, красивую коробочку мы предпособили под её маски. Вот эта коробка у неё одних масок. Я бы уже давно их использовала. Я иногда у неё беру, а она редко ими пользуется. Дальше сюда положила чехлы для телефона и ремни для часов. Так, сюда приспособила очки 3D, которые. Ну и так, ещё какая-то мелочёвка. Сейчас вот это я для линз. Это я в другое место всё тоже положу. Всё, теперь сейчас что-то разберу, покажу. Ну что, готово. Небольшой обзорчик. В центре у нас фен. Потому что Настя сразу сказала, фен мне ложи на самое удобное место. Потому что она его чаще всего берёт, чтобы не было так, чтобы на что-то ложить. Да, самое главное ещё не ложить друг на друга. Потому что если берёшь нижнюю вещь, обязательно верхнюю ты куда-нибудь денешь. Вот. Ложить желательно стоя всё. Вот у неё вся стоя. Косметика теперь. Туда тоже забила. У неё цветовые палочки. Это штучка, если зубную щётку электрическую куда-то едешь, туда ложить если. Просто забила, чтобы ничего не падало. Вот. Место у неё. Тут у неё вот игры. Такие для взрослых. Плюс 18 они это собираются, своей компашкой играют. Так, очки уже говорила. Вот эта масочка тоже всё стоит вертикально, чтобы занимало меньше места. Всё тут уместилось, всё вертикально. Тут всё. Чтобы занимало меньше. А так, если друг на друга класть, я говорю, будет бардак. Пускай не так красиво, но удобно. Дальше я хотела сказать про этот комон. Сказать немножко. Мне нравится. Это икеевский комод. Мне нравится вообще мебель из Икеи. Чего мне не нравится именно этот комод? Хотя я сто раз говорила, что комод это одна из самых удобных шкафов. И если я когда-то буду покупать мебель для вещей, это будет только комод, а не полочки. Почему? Можете посмотреть в предыдущих моих видео. Я не буду уже повторяться. Почему мне не нравится этот комод? Потому что у него широкие ящики. Вот они три, но они широкие. И когда что-то мы кладём, вот ту же одежду, да. Вот положили одежду. Пол ящика пустое. Друг на друга, я уже сказала, не вариант ложить. Лучше, если бы они были поуже, но было бы там три, четыре или пять даже ящиков. Но поуже. Теперь вот я знаю свою ошибку. Ну что, расхламили мы очередной ящик. В следующем видео про расхламление я будем с вами расхламлять, скорее всего, на комоде. Но это ладно тут на комоде, а самый захламлённый это вот эта полочка. Там тоже забито всё. Так, не закрывается, ладно. Забито всё, так что, скорее всего, будем расхламлять там. А если вам нравятся такие видео про расхламление, и вы не смотрели предыдущие видео наши, то вот здесь будет ссылочка на плейлист уборка расхламления. Переходите, смотрите. А вам спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Если вы ещё не подписаны, поддержите нас, подпишитесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok